Здравствуйте, меня зовут Вайраги. И как-то я месяца три или четыре назад выложил видео о одном из своих видений, связанном с царём России. Естественно, мне пришлось очень многое скрыть, то есть я дал лишь внешние поверхностные намёки относительно того, кто, что, как и когда будет. Ну и, соответственно, относительно видео было много негодования, связанное с тем, что, ну вот, как бы начал и не сказал. То есть, как бы видео ни о чём. Я хотел бы немножко компенсировать свой недочёт. Я вам зачитаю несколько весьма интересных предсказаний на эту тему. В данном случае я зачитаю их три. Эти предсказания взяты из пророчеств, из книги старца Иосифа Ватопецкого «О кончине века и Антихристе». Но речь идёт здесь о духовном, о святом Учителе, который явится на земле и который будет нести на себе благословение Божье. То есть, скорее всего, это есть, ну или, скажем так, это в этих предсказаниях есть упоминание именно того Второго пришествия, о котором сказаны в Откровении и говорят многие другие пророки, учителя, ясновидящие. Итак, первое предсказание, первое пророчество, оно представляет собой текст, некогда начертанный на гробнице императора Константина Великого. Эта надпись появилась, должно быть, при сыне его Констанции, втором, перенеся останки отца из Некомедии в Константинополь. Он положил их в храме святых апостолов, который сам же выстроил. Текст был опубликован впервые в XVII веке в книге Дорофея Манемвасийского, свод разных исторических сочинений, а затем переиздан в греческой патрологии Миня. Итак, само предсказание. В I году Эдикта держава Исмаила, который именуется Магомед, победит род палеологов, овладеет Семихолмием, будет господствовать нем, множество народа погубит и опустошит острова до Понта-Эвкстинского. В I году Эдикта разорит живущих по берегам Истра. Переполонез подвергнет запустению в IX в северных землях, станет воевать. В X далмантинцев победит. На время вспять обратится, но затем против далмантинцев вновь великую брань воздвигнет. Но те частично поражения ему нанесут, и многочисленные, как листва бойцы с западным народом, войну на суше и море начнут, и Исмаила победят. Потомство же его будет править краткое время. Обратите внимание, следующая фраза. Светловолосый род с помощниками его в конец Исмаила победят, и Семихолмия с особыми преимуществами в нем получат. Тогда начнется жестокая междоусобная брань, длящаяся до пятого часа, и прозвучит троекратный глаз. Остановитесь, остановитесь со страхом. И поспешив на десную страну, обретете там мужа, воистину дивного и крепкого. Сей будет вашим властелином, ибо он любезен мне, и вы, приняв его, исполните волю мою. Обратите внимание, здесь упоминается Семихолмия. Семихолмия — это термин, связан с семью холмами, который располагался, если я не ошибаюсь, вокруг Рима. И этот термин связан непосредственно с Римской империей. Но в данном случае, скорее всего, Семихолмия подразумевает, скорее всего, семь государств или же семь правителей. И этими государствами овладеет именно светловолосый род. Ну, скажем так, как одна из трактовок, я думаю, это уместно. Вот, следующее предсказание. Пророчество святого Андрея Юродивого. «Град сей, которому назначено господствовать над многими народами, будет необорим для иноплеменников, но идёт молва, что он откроет внутренний доступ к себе, роду Агорянскому, и тот великое множество народа мечом убьёт». Род Агорянский имеется в виду потомки Агари, рабыни, которую изгнал, если не ошибаюсь, Евраам, как свою супругу. Она была рабыней, он рабыню изгнал, а свободную женщину оставил. «Я же говорю, что явится светловолосый род, чьё имя заключено в 18 и 24 буквах, соединённых в правильный порядок, и ноги грешников ступят на полы устланные. Горе им от двух отраслей, чьи мечи подобны ветру, а серпы, посекающие колос медно-красный в жатву, не обращаются вспять и позади ничего не оставляют. В последние же дни восставит Господь, Бог царя из нищеты, и тот вступит в оград с правдой великой, и будет мир по подобию мира бывшего во дни Ноевы. Ибо не станут более воевать, от того, что не будет войны на земле, перекуют свои мечи на плуги, серпы и прочие земледельческие орудия. И обратит царь лицо своё на восток и смирит сынов Агари. Ибо прогневается на них Господь наш Иисус Христос за беззаконие Содомское, которое они творят. Из них многие примут святое крещение, и у благочестивого царя того в почёте окажутся. Прочих же он истребит, огнём сожжёт, и всякий иной насильственной смерти предаст. В те времена всё восстановится, и Иллирик станет частью державы. Ромеев. И Египет обретёт врата свои, и наложит царь десницу свою на окрестные народы, и покорит светловолосый род, и ненавистников своих победит, и царство удержит в течение тридцати двух лет. Подати же и дары двенадцать лет взыматься не будут, восстановит разорённые сокровищницы, и храмы святые отстроит. Не будет в те дни ни тяжб, ни неправедного с беззаконником, ибо устрашится лица царского вся земля, и всех сынов человеческих понудит. Он из страха перед ним быть целомудренными, и среди вельмож своих и всякого законопреступного истребит. Тогда наступит радость и веселье, и множество благ от земли и моря произойдет. И будет так, как было во дни Ноевы. Когда же минит владычество его, придёт начало зол. И следующее предсказание. Пророчество Мефодия Потарского. И светловолосый род будет владеть Семихолмием пять-шесть месяцев, и насадят в нём зелья, и истребятся многие из них отмещением за святых. И будут господствовать на востоке предопределённые, и после сего воздвигнется не то самовластный, и за ним иной свирепый вол. И придут в смятение осёдлые народы, что на северной стороне, и подвигнутся силой и неистовством великим, и разделятся на четыре начальства. И первое зазимует близ Эфеса, второе близ Мелагии, третье близ Пергама, четвёртое близ Вифинии. Тогда возмутятся народы, обитающие на южной стороне, и восстанет Филипп Великий с восемнадцатью племенами, и стекутся к семи холмею, и начнут битву, какой ещё не было, и устремятся внутрь сквозь врата и проходы его. И кровь людская потечёт рекой, так что и глубь морская замутится от крови. Тогда вол возревёт, и камень сухой восплачет. Тогда станут кони, и послышится глаз с небес. С небес, остановитесь, остановитесь. Мир вам довольно отмщение неверным и непотребным. Изыйдите на десную страну Семи холме, и обретёте там мужа, стоящего близ двух столпов, в смирении великом, святовидного и праведного, терпящего великую нищету, сурового обличьем, но духом кроткого. И возвестится повеление от ангела, поставьте его и вложите меч в десницу его со словами «Мужайся, Иоанн, укрепись и побеждай супостатов своих». И приняв меч от ангела, паразит, исмаильтян, эфиопов и всякий род неверный, разделены будут при нём исмаильтяне на три части, и часть первую мечом убьёт, часть вторую окрестит, часть третью, что на востоке силою покорит. И по возвращении его с востока отверзнутся сокровищницы земные, ибо обогатятся все, и не будет у них нищего, и земля даст плод свой сторицей, и перекуют все оружие на плуги и серпы, и царствение его будет лет тридцать пять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok